Всем здравствуйте! Холодильник не работает. Одну из этих причин мы рассмотрим сегодня. Может он не работать из-за неисправности пускового реле. Может и не работать из-за поломки термостата или других неисправностей, которые необходимо выявлять приборами. Пусковое реле проверял и оно рабочее. Как быстро проверить работу термостата? Это открыть дверь в холодильнике и смотрим на горение лампы в освещении. Если лампочка исправна и горит свет, то термостат рабочий. А если лампочка исправна и не горит свет, то ищем причину поломки в термостате. Выключаем холодильник с розетки и приступаем к проверке термостата. На холодильнике стену термостат находится вверху. Чтобы добраться до него с помощью ножа, аккуратно снимаем эту планку, крышку с названием холодильника. Сняли её. Потом снимаем ручку терморегулятора. И не забываем также открутить гайку на самой ручке терморегулятора. И откручиваем три винтика крепления панели над термостатом. Открутили. И снимаем эту крышку. И наблюдаем место расположения термостата. Чаще всего вся причина поломки холодильника может скрываться в нём. Тут причина может быть одна. Это слабый контакт. Контакт прилип или, так сказать, прикипел друг с другом. И нет рассоединения с ними. Как поступить здесь? В этом месте есть такой небольшой выступ. Язычок. С помощью которого, не разбирая термостата, мы сможем оторвать контакты, соединённые между собой. Вот внимательно смотрим его место расположения. Нажимаем несколько раз на него, и он должен заработать. Больше двух раз эту операцию при неотключенном холодильнике проделывать нежелательно. Слышим щелчок, и холодильник заработал. Можно это проделать при отключенном холодильнике и тщательно зачистить контакты, разобрав термостат. Но здесь необходимо иметь опыт. Без практики есть риск, что останутся лишние запчасти. В этом деле будем внимательны. Вот так быстро можно устранить небольшую поломку холодильника, которая была обнаружена в термостате. Не спешите покупать новый термостат. Его легко можно заменить, если есть где купить. Попробуйте эту возможность исправить его. Будьте внимательны и осторожны, не увлекаясь в частые замыкания и размыкания контактов. Здесь никакой сложности нет, но не в каждой есть такие возможности. Многие могут сказать, что это временная процедура. Кому как повезёт. Но за этот период времени можно купить новый термостат, и он будет в необходимое время нами востребован. Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, как разбирали. Будем аккуратны, чтобы проводки, находящиеся под током, не пережать. А проводки лучше прикрепить скотчем. Всё, сборка завершена, и холодильник наш работает. И каждый при случае необходимости сможет это проделать по устранению такой небольшой неисправности холодильника. Не в каждом селении есть мастера по холодильным установкам. Надеюсь, что после просмотра этого видео, в такой или подобной ситуации при неисправности холодильника, каждый желающий сам попробует устранить причину его. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи и успеха в исправлении поломок холодильника. Но лучше им не бывать. До свидания.